я знаю много очень удивительных совершенно чудесных случаев когда люди после очень долгого периода бесплодия они обретали ребенка и даже вот после таких трагических случаев как аборты которые конечно является огромным смертным грехом и должны тоже быть искренены в нашем обществе потому что они приносят только зло никогда не бывают безопасными любой по борт он всегда наносит колоссальный удар по самой женщине и по ребенку потому что конечно это смерть человека это грех и это ее смерть такая медленная потому что она чувствует вот то что она послужила не источником жизни как должна служить женщина по своему призванию она стала на пути жизни рожденный созданный богом почему так часто бывает например рак груди женщина очень часто после аборта бывает об этом тоже почему ты в медицине не принято говорить но это так и есть то что организм готовится к принятию ребенка к скармливанию ребенка и вдруг этот шок получает что сама мама по скажем настоянию часто своего безответственного совершенно и неверующего мужа совершает вот этого злодея надо понимать что никто в мире не может женщине как-то вот приказать сделать аборт никто даже муж такой власти не имеет ибо это есть ее дело с богом поэтому надо делать все чтобы аборт не был а если к сожалению такое произошло не терять надежды веру в бога вот если богу угодно если он принимает женское покаяние то может и даже после аборта женщина может снова зачать и снова родить ребенка если она конечно богу обещает больше не совершать этого смертного греха она должна понимаете она должна отречься от этого зла должна признать это злом не относиться к тому что по-другому нельзя было поступить и так далее и так далее а понять что она совершила зло и отречься от этого зла вот это очень важно для исцеления после греха аборта и это общество наше должно сделать это должны сделать наши еще советские матери которые сегодня своим дочерям советуют делать аборты потому что они считают себя православными мать советую еще своей дочери делать аборт двойной грех совершать вот это надо понимать и отрекаться от этого зла всенародно всем народам признать что это зло должно покинуть наш мир есть покаянные молитвы есть молитвословие определенный чин молитвословие который одобрен русской православной церковью и который может читать женщина которая загубила в своей утробе плод достаточно посмотреть утвержденный текстом литвословий на сайте официальном сайте патриархии там об этом подробно сказано это невозможно каким-то образом вот скажем дать какое-то общее правило требуется обратиться конкретному священнику с конкретной ситуации и батюшка я думаю даст исчерпывающий по крайней мере для вот этого человека исчерпывающий ответ покаяние вера богу она творит чудеса и вновь возвращает надежду и изменяет всю жизнь человек таких примеров очень много внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и